Приветствую вас на канале Фарнакс Филм. Сегодня мы будем готовить вкуснейший завтрак на многофункциональной костровой чаше Фантастик Гриль. Будет очень красиво, быстро и вкусно. Напомню, что пару лет назад я прикупил чугунную костровую чашу Фантастик 700 Престиж. Это та, которая идет в комплекте с подставкой и крышкой. Кстати, крышка реально пригодилась. После дождя нет каши из углей в костровище. Отдельно к чаше докупил декор русский лес. Эмоции от игры жилого пламени, конечно, не передать. И вот после многочисленных фестивалей и дегустаций различных вкусностей, приготовленных на Фантастик Гриле, я докупил для своей костровой чаши чугунную плиту Гурман 700. 700 это диаметр костровой чаши. Бывают еще больше, метровые. Жарочные поверхности гриля прогреваются достаточно быстро. После того, как дрова хорошенько разгорятся, поправим угли, поместив их под чугунные плиты. На освободившееся место в центре очага добавим еще дров. Кстати, жар на гриле можно увеличивать, перемещая угли в те зоны, куда это необходимо. И наоборот, убирая оттуда, где не требуется много жара. Гриль готов и начинается самое интересное. Возможности Фантастик Гриле ограничены только вашим воображением. На ребристой поверхности подогреем кукурузку, немного овощей, хорошенько поджарим колбаски. Периодически проверяем, как поживают овощи и колбаски, переворачивая их. К нашему завтраку, конечно же, добавим бекон. Пока бекончик подсушивается, зажарим яйца. Тостовый хлеб можно поджарить на плоской поверхности, а можно и на ребристый для придания ему красивых полосочек. Ну а у нас все готово. Просто фантастический гриль. Сюда в центр можно поместить еще и решетку, на которой можно будет готовить вкусные стейки. Итак, друзья, Фантастик Гриль приготовил для нас просто фантастический завтрак. И я уверен, у вас не осталось никаких сомнений в полезности этого устройства у себя на дачном участке. Выбирайте, покупайте костровые чаши и Фантастик Гриль в магазинах Фарнакс и на сайте фарнакс.ру. Ждем вас в гости. Ну и, конечно же, приятного аппетита! Фантастик Гриль